Добро пожаловать всем нашим слушателям! Я буду рассказывать о сенсорном восприятии в отношении биодинамической крайне сакральной практики. Этот семинар своего рода первый взгляд на тот более подробный семинар, который я буду в Санкт-Петербурге вести с 28 сентября по 2 октября. Во время семинара в Санкт-Петербурге мы будем эту тему рассматривать более подробно и делать практики, непосредственно работая друг с другом. Для того, чтобы помочь себе развить свои сенсорные восприятия для практики. А также, чтобы впоследствии работать со своими пациентами и помочь им восстановить связь с их собственным сенсорным восприятием. Что является частью терапевтического процесса исцеления. Тогда мы можем начать с того, что вообще вся жизнь является сенсорным опытом. Иногда этот опыт приятный, а иногда неприятный или даже болезненный. Традиционно нас учат, что у нас есть пять основных чувств восприятия. Но эта традиционная модель сейчас ускорела. Реальность такова, что на самом деле у нас гораздо больше чувств восприятия. Некоторые из них проходят через центральную нервную систему. В этот процесс вовлечены определенные клетки центральной нервной системы, которые отвечают за определенные явления. Они посылают в мозг определенные сигналы для интерпретации и реакции. Кроме того, у нас есть также целый ряд более тонких чувств восприятия. Они будут не физическими. Но при этом они имеют прямое воздействие на нашу физиологию. На этом вебинаре я хотел бы вам здесь сделать небольшое превью и дать вам почувствовать эту обширную тему, которая может быть потом продолжим. Мы попробуем с вами очень кратко рассмотреть те чувства, которые могут быть пределами традиционных пяти чувств. В физиологии у нас есть три основные пути. Первый путь – это те стимулы или те вещи, которые мы воспринимаем с помощью внешних органов чувств и которые идут снаружи внутрь. So, these include things like the special senses, for example, the sense of sight. Это такие определенные чувства, как, например, зрение. Вибрация, прикосновение. Проприоцепция. And then we also have the sensory stimuli that come from the inside of the body up to the brain. Есть также сенсорные стимулы, которые подходят к мозгу, идут внутри тела. These senses give us some connection to the internal states of our bodies. Эти ощущения позволяют нам составить картину о внутреннем состоянии нашего тела. And include things like pain and temperature. Среди этих ощущений может быть боль, температура. Sensory inputs through the autonomic nervous system. Сенсорные стимулы, идущие через автономную нервную систему. And also chemical signals that are carried within the fluids of the body. And we also have the senses that come to us from the higher brain centers, from the cortex, from psychological processes. У нас также есть чувства, которые приходят к нам из коры головного мозга. Это будут более сложные психологические чувства, процессы. This includes things like thoughts, imagination, beliefs. Среди них будет наши мысли, воображение, верование. So, basically, just as a starting point, this traditional way of describing our human faculties as having five senses is widely, falls far short of what we actually are capable of and what we practice, what we do. Так что, тот традиционный способ описания человеческого тела из расстановки пяти традиционных органов восприятия, на самом деле, очень сильно не даёт нам понять, насколько действительно большая картина того, что мы делаем. К нам приходит массивное количество сенсорной информации. На самом деле, моторные нервы в центральной нервной системе являются меньшинствами. У центральной нервной системы сенсорных нервов в девять раз больше, чем моторных. Но что же мы на самом деле видим? Что же мы воспринимаем в этом широком спектре сенсорных ощущений? Что доходит до нас? Что доходит до нас? So, we can see this image here is of six blind-folded people feeling different parts of an elephant. Здесь вот у нас на картинке шестеро людей с завязанными глазами, и они пробуют почувствовать разные части слона. И каждый человек, по ощущениям, заявляет, что это совершенно другая вещь. Например, тот человек, который держит слона за хвост, думает, что у него в руках веревка. Женщина, которая трогает ногу слона, думает, что это дерево. Тот, кто трогает тело слона, думает, что это стена. Тот, кто трогает его бивень, думает, что это стрела или копьё. Так что, то, что мы видим и то, что мы ощущаем, очень сильно зависит от того, каким образом мы ощущаем, каким образом мы смотрим на что-то. Можем ли мы воспринимать картину в целом? Возможно, для нас невозможно вообще всю картину в целом воспринять. Но хотя бы в биодинамике мы совершаем попытку это сделать. Когда мы кладем руки на пациента. Мы ориентируемся не только на то, что находится непосредственно под кожей, мы ориентируемся не только на физическое тело. Мы ориентируемся на физическое тело в контексте других полей действий. Мы ориентируемся на поле, которое располагается непосредственно вокруг тела. И мы также ориентируемся на широкое функциональное поле, которое окружает нас и находится в окружающей нас среде. А также на спокойствие, которое лежит в основе всех этих форм действий. Один из перецептуальных навыков, которые мы изучаем в биодинамической практике, это ориентация на разные поли функции. И все эти разные поля функции будут иметь разное качество. И для того, чтобы почувствовать каждое из них потребуется определенный набор сенсорных навыков. Эти поля также в разные ритмы проявляют разные частоты. Поэтому мы можем развить в себе навыки слушать эти тихие голоса. Разные ритмы, более быстрые, и более медленные, которые лежат в основе глубже, чем эти более быстрые ритмы. Однако этот процесс не заключается в том, что мы что-то делаем. В процессе восприятия нет составляющей активного действия. Здесь все заключается в слушании. Для этого процесса не требуется глубокий анализ и мышление. Здесь вопрос в том, как установить напрямую взаимоотношения. с живой функцией. So, just to summarize where we've got to so far, there are a whole range of faculties that we have, through which we can start to sense both the internal and external states. Таким образом, подведя черту над тем, что мы сейчас обсудили, можно сказать, резюмируя, что есть целый набор различных функций и способов восприятия, которые мы можем в себе разработать. According to the great philosopher and mystic and thinker Rudolf Steiner, великый философ, мистика и мыслитель, разработал описание 12 различных чувств. Я вам быстренько их назову, чтобы просто показать, какие бывают. Есть чувство осязания, которое является частью пяти классических чувств восприятия. Но осязания не такое простое чувство, и я через некоторое время расскажу вам более подробно, какие разные виды осязания бывают. Steiner также описывает жизнь как чувство. Это внутреннее чувство того, что вы живой и что вы чувствуете себя хорошо. Это то, что практикующие биодинамики воспринимают как искру или поток, драйв, направление в очень тонкой физиологии своих пациентов. Мы можем почувствовать, двигает ли через нас ощущение жизни свободно. Если это так, это является очень важной составляющей для нашего здоровья и хорошего самочувствия. Steiner также говорит о движении как чувства. Здесь определенную роль играют наши проприоцептивные механизмы. Это то, как вы ощущаете движение разных частей тела по отношению друг к другу. А также способ нашего движения в окружающем пространстве. Также у нас есть ощущение равновесия, обоняния, вкуса, зрения. Штайнер называет чувство тепла как определенное чувство. Далее у нас идет слух. Он также говорит о чувстве языка или речи. Это скорее ощущение тона в нашей речи и того, как мы общаемся друг с другом с помощью своего языка и речи. Сюда входит способность различать различные нюансы речи, а также воспринимать нюансы значения определенных слух. Стайнер также описывает чувства мысли. Может быть, вы это уже почувствовали на себе. Это способность напрямую воспринимать мысли другого человека. И двенадцатое чувство, которое описывает Штайнер, это эго. Это ощущение нашей уникальной индивидуальности. Ощущение своего я. Штайнер также описывает метафизические чувства. Такие воображения, интуиция. Мы немножко позже это еще рассмотрим. И then there's another categorization of senses by a researcher called David Chamberlain. Есть еще одна категоризация чувств еще одного исследователя поиска David Chamberlain. And Dr Chamberlain has done a lot of research into the physiology of babies and prenates. Dr Chamberlain провел много исследований, стараясь установить, какие ощущения могут испытывать еще нерожденные дети, а также недавно родившиеся. Он тоже описывает двенадцать чувств, но это не те же самые двенадцать чувств, которые описывает Штайнер. Некоторые совпадают. Ощущение прикосновения, температурное ощущение или ощущение тепла. Ощущение боли, слух. Равновесие, ориентация в пространстве. Орентация в пространстве. Орентация вاغ. Орентация. Экрули VA, отборение. Орентация в настоящем. В вкус. Тайна., ориентир и тело, и гражданстве. Ориентир. Существовали eruetry и вкусом. Если Barbro county nemat bursts, то и вечеринка поиска во general ears, то есть измен А также им нужно какое-то нужное чувство поведения и неродушеную. Например, Savior, �мберган написав на творог с нас. Из первого человек пом Kraft и недавно родившихся детей, что Вокруг рта есть очень много нервных окончаний. Все, кто уже сталкивался с детьми, особенно маленькими детьми, знают, насколько они любят исследовать мир через род. Очень многое из того, что они хотят исследовать, они засовывают в рот, чтобы почувствовать, какой по ощущениям будет данный предмет. Чемберлин также описывает сосание или заня в качестве определенного чувства, зрения. Но он также описывает нечто, что называется телепатическим чувством или предвидением. Он описывал с помощью своих исследований то, что дети знают, желанные ли они или нет. И что дети могут почувствовать характер своих родителей и окружающих их людей. И наконец, он описывает нечто, что он называет трансцендентальным чувством. И это сенсорное ощущение разных вещей, находящихся за пределами тела. Те вещи, которые, если исходить из физического определения слова «вещь», по идее невозможны. Но, например, работая со взрослыми, через регрессию и воспоминания, работая со взрослыми через регрессию и воспоминания, он смог описать, что в качестве нерожденных детей мы можем очень четко ощущать. Например, некоторые люди могли даже описать комнату, в которой их родители занимались любовью в момент их зачастия. Описать разные другие вещи в их окружении, которые происходили на момент их эмбриологического развития. Так что есть очень огромное, просто целое царство сенсорного восприятия, которое мы можем исследовать. Но если мы хотим функционировать здоровым образом в этом царстве, то есть очень важно научиться не застревать на этих чувствах и не потеряться в них. Это означает иметь связь с тем, что лежит в основе всех этих чувств. Это связь с тем, что можно назвать царством бытия. Осознанность того, что вы чувствуете, что у вас проходит определенный сенсорный опыт. Это прекрасно выражено в одном из очень знаменитых буддийских текстов под названием Сутра Сердца. Возможно, это одно из самых загадочных учений, которые Будда да у людей. По поводу этого текста были обширные дебаты и было написано очень много комментариев. Но, по сути, Будда говорит здесь, что в основе всего и сзади любого ощущения есть пустота или пространственность. Мы не просто внешнее воплощение того, чем являются разные вещи. В основе всего этого лежит пространство пустоты. И что интересно, это сейчас подтверждается многими людьми, которые работают над квантовой физикой. Я сейчас зачитаю вам несколько слов из английского упрощенного текста. Будда говорит форма пуста. Пустота. Пустота – это форма. Пустота – это форма. Пустота – это ничто другое, как форма. А форма – это ничто другое, чем пустота. Это правда касается чувств, восприятия, побуждений и всего остального, что касается осознанности. И все эти компоненты по своей природе – пустота. Не рождающиеся и не умирающие. Незапятнанные и нечистые. Ни пребывающие, ни убывающие. So, in emptiness there is no form. No feelings. No perceptions. No impulses. Or consciousness. No eye. Ear, nose, tongue, body or mind. Ухо, носа, языка, тела или разума. No form, sound, smell. Нет формы, звука, запаха. Taste, touch or phenomenon. Вкуса, прикосновения или явления. So, what he is saying is that what we appear to take as being so real actually have no kind of ultimate reality. Что он хочет этим сказать? Те вещи, которые мы воспринимаем как действительно реальными, на самом деле, не имеют под собой такой уж реальной основы. Они реальные только относительные. Но конечной реальности в них не существует. Я думаю, что этот текст может стать для нас хорошей основой для того, чтобы мы впоследствии смогли исследовать сенсорное восприятие. Я думаю, что он может подействовать на нас отрезвляюще в плане того, каким образом мы будем потом рассматривать сенсорное восприятие. So that we don't get too lost within those sensations. Чтобы мы не затерялись в этих ощущениях. Okay. Now, one of the great pioneering osteopaths, John Martin Littlejohn. Один из osteopaths-первопроходцев, John Martin Littlejohn. John Littlejohn, his name is. John Littlejohn. He said the first essential cure... ...is the structural integrity of the sensory system. ...is the structural integrity of the sensory system. What I'd like to do now is to take maybe two, perhaps even three topics. We'll see what we've got time for. Certain aspects of our sensory system and just explore a little bit around what might be involved with working with these sensory faculties. So, let's perhaps start with the sense of touch. Давайте начнем с ощущения прикосновения, осизания. These are the tools of our trade. The sense of touch is what we do when we're working with hands-on manual therapies. ... 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 а также через стенки матки. Когда одна часть нашего тела касается другой части, через вибрации, ты даваемые сердечным ритмом мамы. Прикосновение очень близко связано с движением. Исследуя осязание, мы исследуем и движение. Движение происходит на двух уровнях. Есть движения, которые происходят внутри нашего тела, которые исходят изнутри него. А также движения, которые происходят в пространстве, в отношении внешних вещей. Наш опыт движения и прикосновения внутри матки являются очень важными предрасполагающими факторами, позволяющими нам впоследствии, после рождения, воспринимать прикосновения. Это потрясающая фотография была заснята хирургом во время операции Тетеревосечения. Сделав разрез, он видел эту маленькую руку, которая захватила его палец. Позже он говорил, что этот опыт позволил ему полностью переоценить все свои убеждения относительно чувствительности новорожденных. Он воспринял это как прямую коммуникацию, которую становилось между ним и ребенком. Кроме того, тот опыт, который связан с прикосновением, впоследствии влияет на всю нашу последующую жизнь и создает основу для дальнейшего функционирования. Через движения и прикосновения возникает огромный диалог между мамой и ребенком. Весь процесс, который связан с установлением связи между мамой и ребенком очень зависит от прикосновения. Сенсорные органы прикосновения расположены в Е по всему телу. Конечно же, прикосновение очень сильно передается через рецепторы кожи. А движение также передается через рецепторы находящиеся в связках и суставах. В мышцах и суставах. В мышцах и суставах. В мышцах и суставах. В органах. У нас есть четыре типа сенсорных рецепторов. которые передают информацию в мозг. И традиционно, эти различные рецепторы говорят, что имеют определенные информации в мозг. В традиционной точке зрения считается, что каждый из этих типов рецепторов передает определенную информацию в мозг. Например, информация о форме и текстуре. О движении. О вибрациях. Но последние исследования, которые были проведены в Университете Чикаго в Соединенных Штатах, показывают, что на самом деле все эти рецепторы функционируют вместе, как единая симфония. Они функционируют, как отдельные музыканты в составе ансамбля. Для того, чтобы создать общий звук. Это очень сильно связано с восприятием Сазерлэнда, а также с тем, с чем мы сталкиваемся, работая в области крайне сакральной практики. When Sutherland described the hands that we work with as thinking, feeling, seeing and knowing. Сазерлэнда написал, что наши руки у остеопатов, например, для упрактикующих, должны быть чувствующими, видящими, знающими и думающими. Это картинка так называемого гомункула. И она показывает то количество, то пространство мозга, которое занято обработкой информацией. Поступающая сенсорная информация из разных частей тела. Здесь, чем больше на картинке отображены части тела, тем больше объема мозга занято обработкой информации, поступающей из этих частей. Смотрите, например, какие большие губы и рот. Сколько пространства мозга посвящено обработке информации, поступающей из этой области. Рота тоже довольно большая. Но посмотрите, какие огромные руки в отношении к другим частям тела. Так что огромная часть мозга работает над расшифровкой сенсорной информацией, поступающей именно через руки. Мы, как биодинамические и краниосакральные практикующие, именно этим и занимаемся. И также помогаем своим пациентам восстановить связь с их внутренними присущими им с самого начала ощущениями прикосновения. Помогаем многим своим пациентам, которые пережили сильную перегрузку или травму. Восстановить здоровую связь с прикосновением. Более 100 лет назад, доктор Андрю Стилл, основатель остеопатии, написал. Без сомнения, нервы существуют в фасции. Без сомнения, нервы существуют в фасции. Нужно проявлять такое же уважение, как будто бы это так называемые филиалы мозга. Так что, в дополнение к коже, доктор Стилл считал, что фасция очень богата и нервирована. Эту информацию он получил не через дисекцию, но благодаря его прямому сенсорному опыту. Далее, в 1998 году, доктор Ван дер Вал рассказал, что в результате его исследований он нашел очень большое количество нервных окончаний фасции крыш. А в 2007 году три разных команды в разных частях света. Также, независимо друг от друга, пришли к заключению того, что в фасции очень много сенсорных нервных окончаний. До того, фасция часто игнорировалась теми, кто занимался анатомией. Я считал, что эту ткань нужно поскорее отбросить во время анатомического исследования, для того, чтобы скорее добраться до интересных вещей, как, например, органы. Но сейчас мы знаем, что в фасции полно нервных окончаний. И что она функционирует, как сенсорный орган, как сенсорная система. Мы можем почувствовать через фасцию, почувствовать всем своим телом. Это позволяет всему нашему телу выполнять роль барометра нашего внутреннего и внешнего состояния. Вот цитата Гилла Хедли, который является одним из исследователей в этой области. Он говорит, что поверхностный уровень фасции несет в себе все качества, которым может обладать отдельный и жизненно важный орган человеческого тела. И что несмотря на ее относительно большой размер и важность, до настоящего времени фасция, как правило, была неправильно понята или вообще не рассматривалась. И считалась относительно неважной в рамках конвенциональных методов дисекции. И еще один очень важный исследователь в этой области, Роберт Шлайп из Германии. Он говорит, что наша самая богатая и самая большая сенсорная система это не глаза, уши и кожа или вестибулярная система. А тот факт, что все наши мышцы соединены фасциями. Наша нервная система получает наибольшее количество сенсорной информации мы также можем воспринимать фасцию как тот орган, который позволяет нам постоянно отслеживать то, что находится вокруг нас и где мы находимся. Это ключевой сенсорный орган. Прикосновение не ограничивается только людьми, мы можем также воспринимать прикосновение и пожинать его положительные плоды с помощью прикосновения с другими видами животных. Прикосновение — это форма общения. Один из исследователей в этой области — Хертенштайн. Подтвердил, что мы можем распознать восемь различных эмоций только благодаря оценке качества прикосновения. Таким образом, вы можете отправлять, так и получать разные восемь разных эмоциональных сигналов. Здесь уровень точности достигает 78%. И мы можем распознать такие эмоции, как гнев, страх, отвращение. Любовь, благодарность, симпатию. Счастье и грусть. Таким образом, через способность прикосновения огромное количество информации передается между нами. И эта информация является ключевой для того, чтобы определить качество нашего сенсорного опыта в этом мире. Романия — это одна из наиболее фундаментальных нужд, которые есть у детей и у маленьких детей. Исследования в Румынии в детских домах, где детей оставляли просто без притокновений. Показывают, что это решение напрямую влияет на развитие мозга человека. Прикосновение имеет огромные физиологические эффекты. Тиффани Филд, американский автор, в своем исследовании пишет о том, какие преимущества мы можем получить от соответствующего прикосновения. Происходит успокоение кардиоваскулярной нагрузки. Это активизируется парасимпатический вагусный нерв. Происходит выброс окситоцина. Это нейропептид, который способствует наступлению чувства благополучия и установления связи. Показывает иммунная функция. чувство восприятия и ментальное качество, умственные способности. Есть еще другой целый сход информации относительно прикосновения, которые мы пока что еще не затронули. According to research from people like Fritz Popp and Herbert Froelich. Согласно исследованиям, проведенными в... Made by whom, then Michael Klee could decide. Herbert Froelich and Fritz Popp. Fritz Hopp и Herbert Froelich. That's right. Living cells emit light, which are called bio-photons. Живые клетки излучают свет, который называется bio-photons. And these bio-photons operate across a wide variety of wavelengths. These bio-photons могут воздействовать на разных уровнях волн, разной длины. And this is also an important way in which cells within the body communicate with each other. It also is a very important way of communication in our bodies. So, this light-based communication system through bio-photons is operating very often at a subconscious level. And not necessarily triggering responses through the nervous system. It is a kind of underneath low-grade but very important system of communication. that usually stays outside of the realm of conscious awareness. Yes. And traditionally we think of the nervous system as being very fast in the way in which it is able to communicate messages from one part of the body to another. But in comparison to the system that's operating, this light-based communication system that's operating through bio-photons. The nervous system is incredibly slow. The nervous system is incredibly slow. The nervous system is incredibly slow. And it is also thought to be a fundamental way in which body regulation occurs. And it is also thought to be a fundamental way in which body regulation occurs. Okay. So, according to the work of Fritz Popp, this light-based communication enables every cell to know what every other cell is doing. And these light emissions orchestrate the body functioning. And these light emissions orchestrate the body functioning. These emissions occur at a quantum level. And this is at the essence of peak experience. Whether it's in therapeutics or in human performance. Another physicist who has researched into this matter talks about the fascia as being a liquid crystalline matrix. That acts as a communication system throughout the body. That acts as a communication system throughout the body. So, her name is Dr. May Wan Ho. And she describes this liquid crystalline continuum. That possesses all of the qualities of a body consciousness. That possesses all of the qualities of a body consciousness. And she is able to understand all of the qualities of energy healing on a very thin level. Okay. So, we've covered quite a lot of territory so far. And yet we've just touched on a few topics. What I'd like to do now is just to touch on a couple more topics. That we're going to be exploring in more depth on the seminar. That we're going to be exploring in more depth on the seminar. But may also give you an appreciation of how we can develop sensory awareness within ourselves as well as within our patients. In the last 20 years there's been a lot of work done within the field of interoception and gut instincts. In the last 20 years there's been a lot of research on the problem of interoception or instincts related to body consciousness. Interoception refers to our awareness of internal visceral states. Interoception refers to our awareness of internal visceral states. And it's been found that people with a greater degree of interoceptive awareness are happier, healthier, and also are able to get over and resolve traumatic experiences far more easily. Far more easily than people who lack this interoceptive awareness. We now know that our gut tube is full of nerve endings. Actually there are about 100 million neurons within what is now described as the enteric nervous system. This is more neurons than are present within the spinal cord. This is more neurons than are present within the spinal cord. Also more neurons that are present within the brain of a cat. These neurons are aligned within the walls of the gut tube throughout the whole length of the gut tube. There is an outer layer of neurons called the myenteric plexus, located within the muscular layer of the gut tube. And there is also an inner layer located within the sub-mucosal inner lining of the gut tube. And the enteric nervous system can operate independently of the brain. Helping to control things like digestion, peristalsis, the absorption of nutrients, the absorption of nutrients, secretion, blood flow, but also there is a lot of research that is showing that this enteric nervous system or gut nervous system affects the body far beyond just the functions of digestion. But there are studies that show that the enteric nervous system affects the body in much greater areas than only the pressure. The enteric nervous system secretes major neurotransmitters. The enteric nervous system secretes major neurotransmitters. Such as dopamine and serotonin. And serotonin is the neurotransmitter that contributes to our feelings of well-being. Affecting our mood and our sleep. And dopamine is the neurotransmitter that contributes to our feelings of well-being. А допамин – это тот нейротрансмиттер, который обязателен для движения. И в таких болезнях, как болезнь Паркинсона, происходит его нехватка. У людей, страдающих болезнью Паркинсона, находят повреждения стенок кишечника, которые очень похожи на повреждения той области мозга, которая отвечает за производство допамина. Подавляющее большинство нервов в энтеральной нервной системе – сенсоры. Они также передают информацию в мозг. И одним из главных передатчиков для этих сенсорных нервов является блуждающий нерв. Так что импульсы, передаваемые энтеральной нервной системе через вагусный нерв, переходят к стволу мозга. И могут влиять на его функцию. Как же психологическое состояние. Эта информация передается в талам, которая формирует часть стенки третьего желудочка. А далее эта информация передается в определенную часть мозга, которая называется шравком. Я не знаю, насколько вам здесь видно, но островок располагается в центральной бороздке. Вот здесь вот показано тот отдел мозга, который за это отвечает. Именно здесь многие импульсы, которые поступают из кишечника, регистрируются в мозгу. Были проведены исследования, показавшие, что получившие травму люди могут потерять ощущения, исходящие от кишечника. В результате у них возникает также нарушение работы этого района мозга. Так что в биодинамической практике очень важно было бы рассмотреть эти пути нервной функции. Чтобы мы могли развить в себе способности работать с нервными сплетениями, располагающимися в кишечной клубке. И исследовать движение, проходящее через блуждающий нерв. Ствол мозга, таламус и кору в области островка. Многие из нас утратили это ощущение прикосновения и ощущение связи с инстинктом, исходящим из кишечника. Но этот инстинкт работает. Это как эмоциональный радар. Энергетический радар. Это который нас информирует и дает нам информацию об окружающем мире. а также о нашем внутреннем состоянии. Он позволяет нам знать, находимся ли мы в безопасности. Все ли хорошо? Правильная ли это для меня ситуация? Если мы слушаем свой кишечник, и мы сможем эту информацию вобрать в себя и запомнить, зарегистрировать ее. Мы сможем восстановить эту связь. Это естественная способность чувствовать и воспринимать разные вещи на висцеральном уровне. Еще пять-десять минут, для того, чтобы обсудить сердце и поля, с неусвязанные. Сердце – это тоже сенсорный орган. Это очень сложный центр, который получает и обрабатывает информацию. Он обладает очень богатыми нервами. Очень богатыми нервами. И разные ветвы блуждающего нерва также сюда доходят. А также симпатические нервы. Нервы, которые идут с верхнего грудного отдела позвоночника. Между сердцем и головным мозгом происходит постоянная коммуникация. Исследования показали, что пациенты, страдающие возвращающейся депрессией, если в них получается настроиться на движение и качество своего сердца, например, попробовать распознать свое сердцебиение. Показывает исследование, что такие пациенты могут гораздо лучше выигрывать после этих постоянных возвращающихся депрессивных эпизодов. Таким образом, наша способность отслеживать эти тонкие ощущения может напрямую влиять на наше психологическое благополучие. А также помогать изменять физиологию нашего тела. Now, there is also work that's been done by an organization in the United States called the HeartMath Institute. Кроме этого, были исследования, проведенные в Соединенных Штатах, институтом под названием HeartMath. That has measured the electromagnetic fields that emerge from the region of the heart. Исследователи старались узнать, какое электромагнитное поле излучается на уровне сердца. И они с помощью своих исследований установили, что электромагнитное поле сердца в 60 раз больше, чем электромагнитное поле мозга. Магнитный компонент в 5000 раз больше, чем у мозга. И это изучение можно почувствовать на расстоянии нескольких метров от тела. И исследования показали, что ритмы нашего мозга естественным образом синхронизируются с ритмической активностью сердца. И они предположили, что область сердца является ведущей, направляющей для информации. Кроме того, было обнаружено, что область сердца одного человека может вступать в общение с областью сердца другого человека. И это может играть очень важную роль при обмене психологической информацией между людьми, физиологической информацией, информацией на разных уровнях. Энергия сердца может быть измерена на расстоянии 5 фитов от человека. Было также выяснено, что ритм мозга одного человека может синхронизироваться с ритмом сердца другого человека. И это происходит тогда, когда у человека состояние сердца так называемого конкретности, соответствия. Когда человек с открытым сердцем, когда он в расслабленном состоянии. Когда синхронизация волн излучаемых мозгах другого человека с гораздо большей вероятностью произойдет в сердце другого человека. Таким образом, сердце является органом для энергетической коммуникации между людьми и окружающими людьми. И еще хочу процитировать одно исследование, которое было проведено в этом же институте Хартмэфф. Они показали, что сердце может не только воспринимать информацию в отношении окружающих нас людей или среды. Но они подтвердили, что сердце может получать информацию еще до наступления определенного события. Эксперимент был проведен в вполне обычном образом. Субъекты работали с набором игральных карт. Незадолго до того, как появлялась карта, которую они ожидали, возникала реакция в области сердца Своего рода предсказания того, что будет дальше. Таким образом, этот опыт показывает, что наше сердце может быть органом, который сможет предсказывать информацию. Если мы сможем способствовать нормальному функционированию этой области, то сможем на более глубоком уровне соединиться с глубоким и интуитивным знанием. И в связи с ресурсом, которым мы можем пользоваться в нашей повседневной жизни. Мы с вами затронули несколько областей относительно сенсорного восприятия, которые располагаются за пределами традиционно описываемых пяти чувств. Гораздо более глубоко будем исследовать все эти темы на семинаре, который пройдет в конце сентября, начале октября в Санкт-Петербурге. Мы также будем работать с конкретными подходами использования рук, которые позволяют работать с этими ключевыми областями сенсорной системы. Мы надеемся, что вы к нам присоединитесь в Санкт-Петербурге. И с нетерпением жду встречи с вами. А если у вас не получится приехать, я все-таки надеюсь, что вам понравился мой доклад. И что с его помощью вы могли раскрыть для себя дальнейшие возможности для изучения данной темы. О наших сенсорных возможностях. И о том, как вести свою жизнь, пребывая в наибольшей связи с этими сенсорными восприятиями. Я искренне желаю вам всего самого наилучшего в жизни и в практике. Надеюсь, у нас будет возможность встретиться. Но в любом случае, всего вам хорошего. Я с большим удовольствием рассказал вам об этой теме. I'd like to thank Irina for her great translation. And I'd also like to thank the Russian Craniosacral Academy for putting on this event. And also the Russian Craniosacral Academy for organizing this event. So, thank you for your attention and thank you for your presence. Thank you and goodbye. Thank you and goodbye. Thank you and goodbye.